Магнитно-резонансные и компьютерные томографы, которые установили в Севастопольской детской городской больнице номер 5, самые современные. У этих приборов исключительная точность. Они позволяют провести детальное обследование организма и на ранних стадиях выявлять детские болезни. Мы стоим на пороге реализации программы развития детского здравоохранения. Именно детского здравоохранения. Вот так оно и обозначается. И мы получили новое оборудование, установили, начали обучение наших сотрудников. Это современный компьютерный томограф 64-срезовый и современный магнитно-резонансный томограф, который обязательно необходим нам в нашей повседневной практике для диагностики заболеваний у детей. Аппараты импортные, производитель General Electric. На покупку оборудования Департамент здравоохранения правительства Севастополя выделил 128 миллионов рублей. Эти два исследовательских диагностических прибора позволят повысить выявляемые заболевания, повысить качество диагностики. Ну и, собственно, в первую очередь они, конечно, нацелены на работу с детскими пациентами, поскольку это детский комплекс. Ну и поскольку все-таки это центр охраны матери здоровья ребенка, то, собственно, и женщин в том числе, которые проходят здесь наблюдения или обследования. Оборудование установили на первом этаже здания детской больницы. Для этого отремонтировали два отдельных кабинета. Такого оборудования, компьютерного томографа, который мог бы работать в детской практике, у нас в городе не было вообще. И хочу отметить особенности этого компьютерного томографа в том, что там есть возможность проведения низкодозовых протоколов исследований. То, что очень важно для наших деток, потому что наши детки должны получать маленькую дозу облучения. Ни в коем случае родители не должны переживать за безопасность самой процедуры. Кабинет, в котором расположен аппарат МРТ, от воздействия внешнего мира защищает медная оболочка толщиной в несколько миллиметров. Медь удерживает магнитное поле и не позволяет внешним металлическим объектам влиять на качество исследования. Чтобы поддерживать особые условия в помещении, температуру воздуха 22-24 градуса и нужный процент влажности, оборудована отдельная комната. Здесь расположены гелиевая система охлаждения и источник бесперебойного питания. Это высокоточное, высокоспециализированное, можно сказать, оборудование. То есть компьютерный томограф, особенно магниторезонансный, они требуют особые условия помещения. Это и защитные магнитные сетки и так далее. Все необходимые условия были выполнены, все необходимые работы проведены. Владислав Нусинов добавил, что за три года правительство города планирует отремонтировать 83 из существующих 126 объектов здравоохранения Севастополя. На эти цели направить деньги, предоставленные правительством Москвы. Екатерина Коломец, Анатолий Паньков, Севинформбюро.